Мариинский посад славится своей самобытностью, историей и глубиной традиций. Те, кто приехал в этот древний город, полностью окунаются в прошлое. Временно исполняющего обязанности главы Чуваши и других гостей в Марпосаде встретили с оркестром, угощениями и памятными сувенирами. Излюбленное местных жителей театрализованное представление добавило встрече особого колорита. Проект «Веков связующая нить» стал победителем конкурса формирования комфортной городской среды в категории «Малые города». Проект предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки, реставрацию основных культурных, досуговых, исторических объектов и будет реализован в ближайшие два года. На самом деле у нас одна из важных задач – это развитие туризма в Чувашской республике. И в этой связи на ближайшее время запланировано достаточно много мероприятий. Мы сегодня как раз попытались понять несколько вещей. Первое – какой потенциал в целом есть у Марпосада, конкретно у Марпосада на сегодняшний день. Когда вот так вот идет целенаправленная работа, изучение, появляется очень много идей. В ближайшее время они в том числе будут оформлены в виде конкретных поручений, в том числе и Министерства культуры, и Министерства экономического развития, и имущественных отношений. Сегодня эту ярмарку, эти эмоции могут сделать люди, которые очень ждут, чтобы к ним в гости в Марпосад приехали туристы. Это все настолько также в сердцах жителей Марпосада, а когда есть мечта, когда уже есть поддержка, на следующий год мы приступим, надеюсь, уже к работам по реконструкции, по восстановлению места, которые, конечно, станут точкой протяжения. К столетию Чувашской автономии уже восстановлены музеи, которые действительно интересны для туристов. Чтобы окунуться в атмосферу XIX века и узнать историю местности со дня основания села Сундырь, До формирования города Мариинский посад стоит сходить в историко-краеведческий музей купеческого и мещанского быта. Все предметы, которые окружают на экспозициях, они являются дарами жителей нашего города и района, а также гостей, за что мы искренне благодарны. Предметы поступают и по сей день, в их числе уникальные, на мой взгляд. Мы работаем ежедневно с 8 до 5, в субботу с 9 до 4, до 16.00, без выходных, и будем рады всем посетителям. В Мариинский посад гости отправились на скоростном судне нового поколения «Валдай», чтобы испытать новинку Нижегородского конструкторского бюро. Стоит судно 115 миллионов, его вместимость 45 человек. Республике судно на подводных крыльях еще не принадлежит, но, возможно, уже к следующему сезону речной навигации добраться до Морпосада можно будет не только по суше, но и на водном виде транспорта. Помимо Морпосада путешествовать на судне нового поколения можно будет от Нижнего Новгорода до Казани с остановками в Чебоксарах и Козловке. У меня только первая ласточка, я уверен в этом. Мы пока испытываем, мы пока смотрим. Отличный вариант, на мой взгляд, на этапе становления речного туризма такие судна, как «Валдай», они, безусловно, нам помогут протестировать вообще. Есть ли выгода, есть ли экономическое целесообразие. Я думаю, 100% есть, потому что это не только туризм, это и транспорт. Я считаю, что с реализацией этой программы все выигрывают. И производитель, и жители города Чебоксары, ну и, самое главное, Морпосад. Самое главное, я думаю, что вы со мной согласитесь, в туризме – это эмоция. И вот эта эмоция, связанная с Волгой, с рекой, на которой выросли и наши родители, и мы, она связана как раз с ракетами, различными катерами. И сегодня «Валдай» – это та самая разработка наша, российская, которая открывает перспективы снова, что Волга станет хорошей транспортной артерией нашей страны. Судно «Валдай» на водных крыльях на сегодняшний день можно приобрести по 2% годовых на 15 лет. И при этом можно установить очень гибкий график платежа, то есть не платить, скажем, вне сезон, платить только в сезон и так далее, и так далее. Вот такого рода программы нам позволяют облегченно, в облегченной форме, с одной стороны, реализовать наши задумки, в том числе, по оснащению соответствующим транспортом водные маршруты, ну и тем самым нести минимальную финансовую нагрузку, прежде всего, на бюджет Чувашской республики и муниципального образования. Екатерина Махаткина, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.